ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. ЗОЖ. Здоровье. Чем же он полезен, нам расскажет Людмила. Для начала скажу, что микрозелень – это молодые ростки овощей и трав. И развенчивая миф, это и красиво, и полезно, и очень просто. Каждый желающий может вырастить на своем столе такую микрозелень и потреблять ее круглый год. Особенно зимой, когда витаминов в нашем организме бывает недостаточно. Ну вот казалось бы, да, всего лишь какой-то маленький росточек, буквально там сантиметр в высоту, может быть даже в чем-то меньше, в чем-то больше. И неужели он так богат аминокислотами, витаминами, в отличие от обычной, например, той же зелени, той же традиционной петрушки? Потому что я слышала вот такие сведения, что там гораздо больше концентрации витаминов. Так ли это? Совершенно верно. Исследования, проведенные в Институте сельского хозяйства США, Университета Мэриленд и Министерство сельского хозяйства, показали, что молодые проростки, они даже намного богаче таких же овощей в технической спелости. То есть проросток редийский маленький и тот же корнеплод редийский. То есть он заменяет, получается, его по составу, да? Да, да. И посмотрите, сколько мы можем съесть за раз редийский. И сколько мы можем съесть маленьких поросточков редийский. Мы маленьким пучком зелени можем заменить целый пучок большой взрослой редийский. При этом мы можем даже финансово сэкономить. Вот, а я сейчас как раз думаю о том, что это же гораздо выгоднее, да? Если привести пример, например, по краснокочанной капусте, её микрозелень в среднем по содержанию витамина С в 6 раз превышает корнеплоды капусты, витамина Е в 400 раз, а витамин К в 60 раз. Обалдеть, в 400 и в 60 раз. То есть достаточно вот небольшого пучка вот этой микрозелени, она полностью заменит условно-дневной рацион той же капусты, например, или редийский, смотря, что мы едим, да? Да. А в условиях микрозелени мы можем всегда выращивать в одном маленьком контейнере несколько разных видов овощей, которые будут нам заменять весь необходимый рацион макроэлементов, аминокислот и так далее. Нужно ли употреблять её каждый день? Или в силу того, что там высокая концентрация витаминов и аминокислот, можно, допустим, ограничиться раз в неделю, два раза в неделю употреблять, как вот здесь? Ну, я думаю, что человеческий организм, он максимально умный, поэтому всё зависит от того, насколько человек часто употребляет витамины. То есть если хочется, то в небольшом количестве, я думаю, можно даже каждый день. Конечно, много микрозелени, много ничего не полезно, поэтому если добавлять её регулярно в небольших количествах, даже каждый день, в большую миску салата, ну, съешь ты немного. А сколько это немного? Немного? Ну, я думаю, что пучок. Пучок, да, такой? Это достаточно в день, да, чтобы какую-то дневную порцию? Да. Тут уже зависит от ассортимента и вида растения. Людмила, а что насчёт биодоступности? Она ведь тоже хорошо усваивается, правильно понимаю? Да, микрозелень, она очень богата белками. И исследования, проведённые уже нашими российскими учёными в Болгоградском медицинском университете, они доказали, что белок микрозелени усваивается, кроме того, что он усваивается лучше, он практически может заменять животный белок. То есть для вегетарианцев, я думаю, что это просто... Это оптимально, да. Это просто великолепно, да. И для тех людей, которые, ну, как-то склоняются к этому виду питания. А что касается выращивания и тех производителей, которые сегодня это поставляют, есть ли какие-то гарантии, что это, например, выращено не на ГМО или на каких-то удобрениях, да, как вообще она произрастает? И как проверить, насколько качественна та вот эта микрозелень, которую мы заказываем? Ну, в первую очередь, конечно, это должен быть производитель сертификат. Всегда при покупке особенно свежей зелени, вы, конечно, хорошо, потому что продукт видно на лицо. Если зелень здоровая, зелёная, то есть это уже признак того, что она должна быть хорошая. Но обязательно сертификат качества. Любые растения, которые идут на продажу, они проходят лабораторные исследования на остаточное количество пестицидов, на все вредные вещества, чтобы они не были превышены. То есть сертификат как раз даёт такую гарантию, что там пестициды... Да, что все нормы, они соблюдены при выращивании. Ну и маленький очень период сохранности микрозелени, он не позволит ей испортиться. То есть либо вы покупаете свежую, либо она сразу повянется, потеряет свой внешний вид, и опять же вы это определите даже визуально. А как она выращивается? То есть нужны ли какие-то удобрения? Какая нужна почвам? Или почва вообще не нужна там, да, выращивается как-то просто с водой? Вот что здесь? Вариантов здесь множество. Если брать коммерческую основу, то там используют специальные маты, обычно из натуральных волокон, например, минеральная вата или кокосовая вата, на ней хорошо выращивают. Можно использовать, если это большие комбинаты, то они выращивают... То есть если у них есть еще какое-то производство, например, как гидропонные теплицы, там удобно выращивать на питательном растворе. Есть субстрат, например, дермикулит, торф, и в него добавляются все необходимые питательные вещества в виде раствора жидкого. Все, что необходимо растениям. Если это домашние условия, то этого даже не потребуется, потому что микрозелень, она вырастает за счет питательных средств самого семени. И до фазы двух листочков, трех, то есть два семидольных листочка и первый настоящий, до этого будет достаточно. Главное, что нам нужно обеспечить, это какую-то основу, где будут семена лежать. Это может быть в домашних условиях, это может быть даже салфетка, марля, кто-то выращивает, это что-то совсем из подручных материалов. Влажное должно быть, да? То есть нужна вот эта подложка, нужна влага, нужен свет. И, собственно, все. Даже досвечивание в этот период не требуется. Не обязательно, да? Единственное, что если мы выращиваем зерновые растения, то их можно выращивать и в почве, потому что, смотря до какого возраста, если чуть больше для приготовления сока, тогда можно использовать уже там какие-то небольшие подкормки. Хотела бы еще тоже такой вопрос задать, как перечислить наиболее популярные культуры, которые выращиваются, которые полезны, да? Вот какие, например, может быть, ваши любимые там, да? Или то, что бы вы рекомендовали, что обязательно стоит попробовать? Культур для выращивания микрозелени на самом деле великое множество. Их там самых основных более 50. И еще больше семейств, это как зерновые, зернобобовые, есть даже ароматические культуры, выращиваемые для микрозелени. Но чаще всего выращивают подсолнечник, горох, редис, капусту, амарант красный, вот он является одним из самых полезных, краснокочанная капуста. А амарант, его можно вырастить здесь у нас, да? То есть в обычной квартире, то есть в обычном помещении. Но это же тоже микрозелень, это все будет до маленьких, до маленьких размеров. И что самое интересное, в качестве микрозелени можно использовать даже сорное растение, например, редька, дига или одуванчик. И есть это, это будет съедобно? Да, это будет съедобно, это будет полезно. Как я читала о том, что используют в кулинарии листья одуванчика. Это вот именно листья, которые, вот микрозелень, да? Да, и микрозелень, соответственно, тоже она может использоваться как питательная культура, микрозелень. Вот если мы проращиваем, например, семена, вот эти зерновые, да, скажем так, пшеницу очень популярно проращивают, очень много изделий из неё продаётся, да, в разных магазинах. Вот, чем полезны пророщенные зерно? Пророщенное зерно, ну, конечно, как микрозелень, употреблять в пищу, в салат, наверное, не очень подойдёт, потому что у него листья более жёсткие и не очень будет приятно их кушать. Поэтому обычно из зерновых выжимают сок, называемый витграсс, и вот он будет максимально полезный и питательный для человека. Его в обычной соковыжималке либо в блендере достаточно, да, приготовить? Да, можно в соковыжималке, можно просто взбить с небольшим количеством жидкости в блендере и процедить через ситечко, и это будет как раз порция. Особенность его в том прекрасная, что его даже можно замораживать в морозилке. То есть если получилось всё равно, порция она очень маленькая, и если его получилось чуть больше, жалко, что пропадёт, можно его заморозить в кубиках для льда и доставать за 10-15 минут перед едой. Он быстро размораживается, да, и сразу его выпивать. А сколько всё-таки это порция? Это как-то ложечками какими-то можно измерять, чайными или столовыми? Как понять вот дневная норма витграсса, например, сколько это? Сколько? Ну, по литературным источникам рекомендуется примерно 30 мл. Можно меньше. Это получается примерно 2 столовые ложки, да, правильно я понимаю, 30 мл? Примерно. Примерно так, да. Можно меньше, если для тех, кто только начинает его употреблять в пищу, чтобы организм постепенно привыкал, можно и меньше. Рекомендуют его употреблять утром, когда метаболизм организма максимально настроен, чтобы максимально все питательные вещества усвоились. Вопрос. Как понять, когда готова пшеница для того, чтобы сделать из неё витграсс? То есть сколько сантиметров должен быть росток? Выращивают его обычно до 2 недель, ну, в среднем 10 дней. Из одного, получается, зерна, то есть еще 2 недели? Да, из одного зернышка, 10 дней он растёт. Это сантиметров 10, 10-15 в среднем. Это максимальное уже количество. Если выращивать без питательного раствора, то при более высокой длине проростка он уже начнёт вянуть. Ему уже не будет хватать питательных веществ, поэтому уже будет неэффективно. То есть пока он свеж и сочен, можно его использовать, да? Да. Ещё вопрос. Были ли, может быть, какие-то исследования или просто какой-то такой пользовательский опыт о том, что когда люди начинают это применять, использовать микрозелень, есть ли какие-то аллергии, там, не знаю, какая-то чувствительность, то есть меняется ли как-то пищеварение, если у вас какая-то такая информация? Ну, по тем источникам, которые я читала, реакция бывает очень редко. И если она есть, то она появляется сразу, и, может быть, она связана не только именно как аллергическая реакция, а то, что организм просто не может адаптироваться. Тогда есть вариант просто сначала снизить норму, то есть пить небольшими дозами, и, может быть, не каждый день, и смотреть уже на реакцию организма. Ну, и либо, конечно, может быть, индивидуальная непереносимость, это бывает, это бывает всегда. То есть каких-то таких серьёзных противопоказаний, да, к микрозелени, ветграсу их нет, да? Нет, даже рекомендуют его детям, пожилым людям, тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, даже для кормящих матерей, по некоторым источникам, утверждается, что повышает лактацию. Интересно всё-таки, да. А чтобы вырастить дома, то есть достаточно, я не знаю, то есть насколько это хлопотно, вот кроме того, что мы перечислили, да, что для этого нужно, насколько это хлопотно? Там, не знаю, как-то надо присматривать, как здесь. Я просто совершенно не садовод, да, и это совершенно не моя история. И вот, ну, мне, я сейчас слушаю вас, меня вдохновляет, да, вот вся эта польза от микрозелени. И я думаю, если мне захочется вырастить, есть ли какие-то гарантии, что у меня это вырастет? Гарантия практически 100%. Если соблюдать основные правила, то есть создать минимальные условия для семян, чтобы они могли прорасти, они очень... Свет и влага, да, по сути? Вообще. Вообще семена, изначальные семена, когда проращивают, их проращивают в темноте. Градусов 15-25, в зависимости от теплолюбивости культуры. То есть нужен просто небольшой контейнер, положить в него какую-то основу мягкую, чтобы корешки могли зацепиться. И если выращивать не совсем мало, то даже два контейнера я бы рекомендовала положить в контейнер, в контейнер поставить, но чтобы дно у них не соприкасалось. То есть либо один чуть больше другого, либо какую-то подставочку внизу поставить. А это для чего? Это для того, чтобы был воздухообмен, чтобы приток воздуха кислорода был к корешкам. Буквально сантиметровая разница в высоте. И сделать в верхнем контейнере дырочки так же, чтобы вода хорошо. А в нижний контейнер мы наливаем водичку для того, чтобы... Подстилочка, чтобы корешки всегда находились во влажной среде. То есть верхний контейнер у нас какая-то подложечка. Выкладываем ровным слоем семена и убираем в темноту. День-два семена прорастают. И когда появляются росточки, тогда мы их выставляем просто на свет, просто на подоконник ставим, и они растут. И уже смотрим только за тем, чтобы водичка была у корешков. Обновлять ее регулярно, да? Но нет цели, да, куда-то там поближе к батарее, каким-то более теплым источником? Нет, нет, я думаю, сейчас в большинстве городских квартир температура даже более чем высокая для того, чтобы могли семена хорошо прорастать. А что касается... Ну, зимой понятно, да? То есть это действительно такая классная альтернатива зелени, да? Обычные, которые супермаркеты, да? Мы же не знаем ее состав на самом деле. Вот. А что касается летом, допустим, мы ведь снова летом переходим на традиционные, получается, продукты питания, выращенные где-то в огородах, да? Вот. Как здесь быть? Выращивать или нет? Да. По желанию. Бывает не жаркое лето. Бывает, что сезон, например, редис, его выращивают рано весной, очень быстро проходит, и до осени буквально редиса уже нет. А проросточки микрозелень редиса, она полностью... Вот этот вкус редиса, вот эта вот горчинка, она полностью сохраняется в проростках. То есть можно микрозеленью заменять продукт в течение лета в салатах. Угу. Еще вопрос. Говорили про то, что какие-то ароматные, да, вот есть ароматные и сладкие, да, я правильно услышала? Ну, понятно, что, допустим, редис, она с такой горчинкой. А есть ли какая-то микрозелень, которая там сладкий вкус дает? Это что, например, что это может быть? Подсолнечник, по-моему, он как раз такой сластит. Или это нужно, наверное, пробовать, прежде чем вырастить? С чего начать? Вот, например, я сейчас все-таки задамся целью вырастить у себя дома. С чего начать? Какая культура будет менее прихотливой? Менее прихотливой? Я думаю, это те культуры, которые выращиваются в нашем климате. Это горох, это подсолнечник, это редис. Ну, то есть вот начать с этих трех, а там дальше уже пробовать, да. Да. Ну и чем крупнее семя, например, горох, крупное семя, тем крупнее будет проросток, тем больше зелени вы получите. А у редиса, соответственно, они будут маленькие, потому что семена мелкие. У капусты еще мельче, они совсем малюсенькие-малюсенькие горошинки, семена. Я напоминаю, что у нас в студии была кандидат сельскохозяйственных наук, доцентр кафедры биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии в Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Людмила Балахонцева. Спасибо, Людмила, за интересный разговор. Я думаю, что сейчас у нас интерес еще вырастет больше, да, вот к этим продуктам. К весне можно будет отработать технологию дома и выращивать. Да, и технологию где-то просто попробовать. Благодарю за разговор. Всего доброго. До свидания. До свидания.